Привет, это Киев днём и ночью. Только не говорите, что не помните, чем закончилась предыдущая серия. Не помните? Тогда давайте быстро вспоминать. Оксана переехала жить к Паше. Она ни сном, ни духом не знает, что Паша с Богданом знаком. Стой, 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 стой. Паша, тихо, тихо, тихо. Скажу больше. Парни тоже не подозревают, что их, кроме всего происходящего, а это роман Богдана с мамой Паши, связывают ещё и знакомство с Оксаной. Богдан чувствует себя виноватым в том, что Оксана съехала из квартиры ребят. Пытается наладить с ней отношения, но Оксана отшивает его. Куда ты уехала? Где ты ночуешь? Уехала. Куда ты уехала? Где ты ночуешь? Ещё Боди нашёл открытку, которая теоретически доказывает, что мама Паши жива. Меня тут бьют, за мной охотятся. Она жива, у неё всё в порядке, она загорает себе под солнцем. Он на радостях, чтобы снять с себя все подозрения, отправил открытку Паши. Паша Ясин Перец пытается узнать, где и когда была сделана фотография, и получает инфу, что фото может быть и поддельным. Это не настоящая фотка? Очень смахивает на фотошоу. Этот факт выводит его из себя, и он срывается на Боди. См... мне твои фото! См... мне твои фото! У Альбины пока всё налаживается. Она устроилась на работу, познакомилась с Геной. Это мне? Спасибо! Гену даже подкинул Саньку-роботёнку. Интересный, да, прибыльный бизнес. Но, судя по всему, Гена ещё тот лохотрончик. Ну, это идеальный плашок, которого я искал. На этом всё. Жуть как интересно, что же будет дальше. Большой город, в котором с тобой взлом. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. И в днём и ночью, и в днём и ночью. Большой город, в котором с тобой взлом. Это Киев. Вы знаете, пожив тут некоторое время, понимаешь, что люди в этом городе делятся на два типа. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. И лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это и есть два классических пути к своему счастью. И Оксана в это время пожинает счастливые минуты своего выбора. Ты щекотки боишься? Да, да, да. А ты не боишься? Ты у нас ремни боишься? А ты не боишься? Я боюсь. А здесь? А здесь? А здесь? Осторожно, кто ещё придёт сейчас применить у меня секретное оружие. Да ладно? Ну, я так на работу опоздаю. Идём, идём вместе. Так точно опоздаю. Кажется, что я счастлива. Ммм, крутотенечко. Но, Ксюш, подвязывай уже с этим «кажется». А то ещё отпугнёшь счастье. Карине, кстати, тоже сейчас кажется, что она сама забота. Или давай я вызову врача на дом? Карин, успокойся, пожалуйста, всё хорошо. Да что, успокойся, блин. Посмотри, ну это же ужасно. А может, у тебя там перелом? Да всё нормально. Нужно рентген в любом случае сделать. Да не надо, Карин. Да, блин, Карин, ну не трогай. Ага, не трогай. У Карины уже следующий левел заботы активировался. Гиперопека. Ребят, от этого есть проверенный лайфхак. Записывайте. Спокойно закрывайте глаза и представляете водопад. Ничего не болит. Гидан, ты как маленький, давай я тебе сделаю. А ты как мамочка, наоборот. Слушай, я о тебе заботюсь. Ну не надо так заботиться. Я тебе говорю, всё хорошо, спасибо. Да, так ладно, хорошо. Я тогда пойду, сейчас бинт принесу, эластичный, и кофе заодно тебе сделаю. Карина уже чересчур просто перегибает палку. Я понимаю, да, ей хочется проявить какую-то опеку, заботу. Но если я не прошу этого делать, то не надо этого делать. Бонжор. Саша, а тебе стучаться не учили, нет? Зачем мне стучаться? Потому что ты голая. Я не испугливый. Что ты хочешь? Слышишь, с Геной ты давно говорила? А то я, может, позвоню, трубку наберу. Не, недавно. Ну, Боже, договорили мы. А у тебя же какие-то дела с ним? Ну, как дела, дела? Ну, тертёрки простые. Ой, Геночка. Геночка, это Гена тебе? Да. Алло, Ген, привет. Алло, привет. Как дела? Дай мне на пару слов. Гена, я здесь. Как твои? Хорошо. Я же вас. У меня тоже хорошо, я уже соскучилась. Саша, ты рядом? Мне Сашу хотелось прибить, честно. Вот так не делают воспитанные люди. Тем более он знает, что я говорю с Геной. Геной. Да. Вот это. Алло, Ген, приветик. Здорово. Ну, что там? У меня всё готово для тебя. Всё нормально, Лидзе. Встречаемся днём на Подоле. Всё на Подоле, днём. Договорились. Днём на Подоле. Хорошо. Хорошо, даю Альбину. Вот я не спрашиваю. Алло. Алло. Стой. Алло, алло, Геночка, да. Мы скоро увидимся, нет? Ну, конечно, увидимся. Конечно, моя хорошая. Хорошо. Хочу только ТБ, я покажу. А, вот только меня. Хорошо, всё. Целую, давай. До вечера. Давай, пока-пока. Я должен был слышать финал. Нет, а что это за Подол? Куда? Какие? Что у вас за Гены? Ничего. Саша. Да, в социальном проекте по помощь бабушкам. Всё, поговорите. И всё? И всё. Ну, это немножко, конечно, сомнительно. Саша обычно навязывается в какие-то авантюры. Гена хороший и добрый человек. Он плохими делами заниматься не будет. Поэтому, ну, коли уж так получилось, и Саша там что-то работает. Наоборот, молодцы. Угу. Возле молодцов стояли. Вот объясните мне, как девушки могут различить 265 оттенков губной помады, но нормального мужика от такого себе никогда. Мамуся, привет. 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 Где ты пропала? Я же переживаю. Ну, хіба так можно? Я уже не знаю, куда звонить. Как в милицию, чи в скорую, чи в 3 дня ты не звонишь. Ну, хіба так, как и можно? Мамя, как так? Мама, перестань. Зи мною всё добре. Бачишь, я зараз подзвонила. Жива, здорова, счастлива, красива. Я думаю, хорошо. Не, ну вообще, ну, совести в тебе не мало. Мамуся, в мене нова робота. Понятно. А о новом парне промолчим. Хорошо. А кто тут там ходит? Упс, не вышло. Паша сам попалился. Помахай, ма, некрасиво. Мама. Мужи стоять. Добрый день, мам. Здрасте. Да, вот это здрасте, так здрасте. Так я не поняла. Чего вы ходите в тебе в хаз? Ну, взагалі-то я не в ухаті ходжу. Аааа. Мамуся. Не рано, не рановато. Пізновато. Мам, мам, ну, будь ласка, я не хочу на рахунок того вже говорити тисячу разів. Я доросла вже немаленька. Все, перестань. Головне, що я щаслива. Я дуже рада, що ти щаслива, але я за тебе ж переживаю, і щоб, не дай Бог, не получилось ніяких там сюрпризов, понимаешь? Сюрпризов не буде. Щас у тебе розові очки, і ти не знаєш, і вроде все хорошо, все хорошо. Папа, ну вось. Ребят, знаємо мою ситуацію? Ну че душой клють? Ми частенько съїжджаємо з неприятних нам тем, коли говоримо с родителями. У мене в такі моменты, наприклад, постоянно пропадає зв'язь. Ну, типо, мам, нічо, 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 нічо. Що ти хочеш? Та ло, ти цел? Чувак, ти себе нормально чуствуеш? Я просто заметил, ти вчера валялся на асфальте, я тебе ногами пинал. А сьогодні решил позвонити, уточнить, як у тебе дела, жив ли ти. Просто дебил. Ты здаєшся, чи що? Я не понимаю. Ну я серйозно. Короче, давай сделаем с тобою так. Сьогодні придет открытка, на которой фотографія твоя мама. Отлично. Мы с тобой встретимся возле почты, я тебе ее отдам, и больше мы с тобой не увидимся. Так, о, все, уже готово. Уже готово, значит, нужно насыпать. Вот тарелка, вот лопатка, вот сюда кладеш яйцам. Альбин, где у нас аптечка? Вот здесь. Доброе, вот. Доброе, доброе. Что случилось? Когда она побили вчера, какой-то мудак на него напал, мне нужен бинт, Васильич. Тебе не надоело? Что? Раз побили, два побили. А ты возишься с ним. Ну, вообще-то, с этим разом уже три. Но подмечено четко. Да какого черта Альбина вообще лезет не в свои дела? Тоже мне, блин, опытная девушка. Слушай, Альбин, знаешь что? Вот, ты вместо того, чтобы лезть в чужую жизнь, потому что он в порядок аптечек. Он же не ценит этого, Карина. Он не ценит. Мне вот тоже интересно, или долго она будет, вот это вот милое создание, такая, мать Тереза, знаешь, что она помогла, тому помогла. Не знаю, но это очень смешно, по-моему. Да. Паш, а что это такое? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Почему она разорвана? Подрался. А почему ты мне ничего не говорил? Ты там нечего рассказывать, Сум. Да. Ну, я не волнуюсь. Просто. Хорошо, а где у тебя нитка, я там зашью тебе? Зачем зашивать? Не надо зашивать. Ничего не надо зашивать. Я не люблю врать, и просто если бы я все рассказал Оксане, как есть, она бы начала переживать, волноваться. Я этого не хочу. Вода! Не верю! Не расскажешь, нет? Ну, хорошо. Ох, из личного опыта. Если девушка с такой интонацией говорит «хорошо», то ничем хорошим это не закончится. Почему он мне ничего не рассказал? Ну, я не понимаю. Или он мне не доверяет, или это какое-то его, там, очень личное дело. А что ты смотришь? Формочки. Хочу себе такие купить. Формочки? Да, вот, разотвертые. Именно такие хочешь? Именно такие. Все, я после школы заеду, заберу тебя. Да, да, хорошо. Все. Пока. Привет. Привет. Мамка, дядя, привет. С папой приехал. Сейчас одеваешься? Тут тихо. Какая курьемка? Подожди. Ну ладно. Пока. Ну что здесь, Ряй? Я надеюсь, ты у вас уже была? Да нет. В смысле? Прекрасно. Ну, она просто доходила до этого, а потом как, ну, облом. Боже. Не понял. А что тут происходит такое? Ну, я не знаю. Ты издеваешься? Ну, так подожду немного. Ты хочешь с ним встречаться или нет? Хочу, конечно. Без этого невозможно, Тай. Все возможно. Саш, ну что ты начинаешь? Это только маленькие дети, понимаешь? Встречаются с поцелуйчиками и... А, короче, понятно. Я решила послушать Сашу и все-таки взять дело в свои руки и побыстрее переспать с Ильей, чтобы у нас, ну, как-то наладились отношения уже как парня с девушкой. И если я не сделаю это в ближайшем времени, то он просто бросит меня и, ну, найдет себе другую. Ну, Ксюш, рассказывай. Что у тебя с Пашкой? Ты чего расстроена-то? У него что-то случилось, и он просто мне не рассказывает. А с чего ты взяла, что у него что-то случилось? Ну, во-первых, он пришел после драки с порванной курткой. Я его спрашиваю, Паш, ну, что случилось? А он мне рассказывает, отшучивается. Я не понимаю. Девочки, дайте тебе какао, пожалуйста. Какао там супер. Я просто не понимаю, он мне не доверяет? Или у него что-то там случилось такое, что он не может мне рассказать, как девушке? Ксюша. Что-то с ним не так, что-то случилось у него. Я-то мне очень вот здесь... Послушай, ну, тебе нужно радоваться, что он пришел с разорванной курткой после драки. А не в чужих духах и в помаде. Ничего в этом страшного нет. Мужчины иногда дерутся. А по поводу того, что ты хочешь знать больше, чем он хочет рассказать, это другой вопрос. Мужчину лучше не донимать. Захочет рассказать тебе что-то, он расскажет. Потому что сделаешь еще хуже. Вот послушаем моего совета. Друзья, это же идеальная девушка. Я Анели. Я влюбился. Так надо пробить в соцсетях, если у него кто. Реально, Ксюша, очень дельный совет. Согласна? Где-то я согласна с Анели, что... Что не нужно вот мужчину допрашивать. Но я не могу смотреть на то, что у Паши что-то не так. Я же вижу, что-то не так. Саш, давай еще раз пробежимся по основным тезам. Смотри, мы же несем, как говорится, светлое и доброе. Это Гена. Парень Альбины, который еще до недавно любовался небом в клеточку и дружил с парнями в полосочку. И пытаемся как можно больше помочь бабулям. Ну да. Смотри, вообще на них подзабили. С этими субсидиями очереди нереальные. Обязательно не забывай про паспорт, инвестиционный код. Говори им языком выгод. Я для них реально свой человек. Серьезно. Я там могу и так, и так, и так. Это я отфигачу полностью. Я думаю, это отличный шанс заработать нормальное бабло. И боди купить матрас, и самому быть довольным при этом. Смотри, нарвешься на капризулю, не трать на нее время. Бабуляк очень много, надо всем успеть помочь. Разворачивайся, уходи. Я думаю, что это ее освежит, она тебя догонит. Она хорошо. Вон овешивает. Но что же, Геннадий, вы на самом деле думаете? Синоним лохующий. Еще товар лицом. Вау, 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 вау. Ну все, тогда я так готов. Да, умничка. Молодец, хорошо выглядишь. Давай, как закончишь, 2-3 часа набирай. Давай, нас звоним. Добротный лох, отличный парень. Хорошо справиться с этой задачей. Санек, судя по всему, влип по самое не хочу. Не знаю, в тему или нет, но мне вспомнилась одна олдскульная поговорка. Свитер бойс, штаны мальвины, лох идет на именины. Кто там? Работник пенсионного фонда беспокоит вас. О, ко мне? Конечно, Жико. Здравствуйте. Я представитель пенсионного фонда. Мы проходим такая у нас как акция, такая себе интересность. Пенсионеру помогаете? Да, вот, вы хотели узнать, вы получаете пенсию? Получаю пенсию, да. Вы проживаете одна? В настоящее время одна. Отлично. Тогда вы полностью по всем параметрам подходите для участия в нашей программе. Вот тут вы можете ознакомиться со всем, что там будет. Основное, это, конечно, плюсы, это то, что вы будете без очереди получать субсидии. И, конечно же, будет огромнейшая скидка на коммунальные услуги. Вы знаете, у меня 1600 только пенсии. И представляете, как оно трудно платить за квартиру. Я когда читал вот это все, я когда его прочитал, у меня у самого слезы лились. Почему я не бабушка? Почему у меня еще нет пенсии? С вашей стороны нужно только два документа. Это идентификационный код и паспорт. Честно, мне не до конца понятно, как Генчик будет мутить бабло с помощью паспортов. Ну, если бы я даже знал, все равно не рассказал. Ну, чтобы другие не зарились рубить легкого баблишка. Понимаете, количество мест еще очень ограничено. Я вот хожу по всем квартирам, собираю документы. Я все понимаю, жизнь наша трудная. Ну, извините, но как я могу доверить паспорт, код? Ознакомились, попрошу, забрать тогда. Ну, не хотите, как говорится, но я напомню, количество мест ограничено. Можно я подумаю? Конечно, думайте, но еще раз, повторю вам в третий раз. Количество мест действительно очень ограничено. Понимаю, что жизнь очень... Простите, потому что у меня еще работы надо. Уважаемые, сегодня реально полная трешня, а не день. Эти бабушки, я не думал, на что я подписался. Молодой человек, ну подождите. Да, пошел. Что? Подождите, подождите. Что? Вот, смотрите. Ну, вы же понимаете, что я выручаю вам самое ценное. Да, понимаю, я открыл свой саквояж только для того, чтобы вы собственноручно положили свои документы. Так, а вот тут серьезно. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте свои документы. Дай бог. Был рад с вами пообщаться. Живите красиво, улыбайтесь чаще, дарите миру улыбку. Спасибо, до свидания. А ну, все, что могу сказать, работка оказалась плевая. К вечеру буду, наверное, миллионы уже зашибать на этих документах. Сань, ты даже не отстреливаешь, в какой замес попал. Гена вообще замесных дел мастер. Даже Альбина, и та сейчас активненько месит. Привет. Привет. Кушать будешь? Нет, чаек. Что это ты готовишь? Пошел из диеты слезть? Ха-ха, очень смешно. Я вообще-то для Гены готовлю. Мой парень. Так что ты готовишь, Генни, Сань? Вареники. Ага. Блин, как Ксюха это тесто делает? Что я никак не... Третий раз уже пробую, ничего никак не получается. Да, Оксану, конечно, сюда. Вот она каждый раз выпечку делает разную, но каждый раз она получается охрененная. У нее талант точно есть. К чему, к чему, к выпечке точно. Альбина дала мне повод написать лишний раз Оксане. Мне важно, чтобы она со мной возобновила общение. Я чувствую себя перед ней виноватым и хочу вот как-то искупить свою вину. Ксюш, что опять случилось? Ну, ничего, все хорошо. Вот то, что мне написал Боня. У Альбины не получается замесить тесто. И я вот подумал, что мне очень не хватает твоей безумно вкусной выточки и тебя. Только не говорите, что это Бодя уже наяривает. Алло, Альбин? Алло, Ксюш, привет. Привет, привет. Я гене вареники делаю, у меня никак не получается замесить тесто. Как его правильно сделать? Ладушки, пока у нас тут рецепты по телефону, расскажу, что я нарыл на Анну Ли. Тут, конечно, засада получилась, ведь у нее есть парень, которого зовут Октавиан. Не Сергей, не Владимир, Октавиан. Киев, он, конечно, хоть и большой, но хороших девушек тут разбирают, как горячие пирожки. Одним словом, печалька. Кстати, если вы хотите узнать секретный рецепт теста Оксаны, заходите к нам на нашу страничку. И вообще, заходите просто так. У нас интересует... Почему побитый? Так, я не понял, что уже случилось? Давайте отмотаем. Ага, я поняла. Я третий час пытаюсь сделать, а мне никто даже, ну, рядом нет, никто не подскажет. Только Богдан ходит побитый какой-то. Эээ... То есть побитый. Почему побитый? Я не знаю. Подрался, походу. Все, спасибо, пока. Все, я поняла, я поняла. Вот и приплыли. Реально, Альбин, с таким раскладом лучше бы ты рецепт загуглила. Ну, честное слово. Альбина звонила, подружка моя. Говорит, что Богдан подрался с кем-то. Ты шо утешила? Они там случайно не с Пашей подрались? Извини, конечно. Да нет, они мне знакомы. А представь, как было бы отлично. Два героя за честь дамы. Прям как в фильмах. О великой любви. Оно, в принципе, так и есть. И герой, и великая любовь, и даже дама. Только эта дама, увы, не Оксана. Ну, просто мне кажется, что... Богдан меня вспоминает только тогда, когда ему плохо, скучно, или у него что-то не получается. Тогда он меня вспоминает. Чувства бурлят, как лубничный лимонад. Привет. Илья. Как насчет свалить с уроков сейчас? Да. Домой к твоему папе? Я не могу никуда уйти. Почему? Потому что папа меня контролирует, и он обещал мне подарить машину, если я буду ходить на все. На все? Да. Ну, Илья, а нам же нужно как-то переходить на новый уровень в отношениях. Ну? Илья, а я не хочу тебя. Ну, так я не против. Давай. Только у тебя не есть какие-то варианты? Кино, парк? Да нет. Ну, может... Или, может, твоего папа? Блин, ну, хватит. Не понял. Пап, все нормально. Папа, пи***й. Парень, что, трахаться надо, или что? Пошел отсюда, давай. Это было так тупо, ну, капец. Ну, смотри, я могу остаться на дежурство, и мы в классе можем закрыться, и никто нас не будет трогать. Погнали. Да? Погнали. Ну, хорошо, тогда после урока. Договорились? Вечером? Да. Сегодня? Угу. Да, хорошо. Сегодня все случится. Просто, блин, столько было препятствий постоянно. И я понимаю, что вот сегодня идеальный вариант. Дорога, братан. Что ты, чувак? Я только что, короче, с Таей виделся. И что? У нас вечером будет секс. Ты что, дядя? Вот это ты красавец. И что, слышишь, ты с собой резину взял? Не, чувак. В смысле не? Ну, типа, блин, я же думал, как бы, ааа. Что? Ну, чувак, ну, короче, знаешь, у чувака есть резина в кармане. Дядь, смотри, я тебе даю, но если тут честно, не знал тебя, подумал бы, что ты действенный. Спасибо большое. Возьми и настись с собой. Мишаня, респект. Вот это я понимаю, настоящий друг. Сегодня я был хорош, как никогда. Смотри. Ух. Ну, ага. Ух, а ну да. Смотри, как все идеальненько. Идентификационный. Паспорта. Все как надо. В лучшем виде. В общем, такой работник, как я, на вес золота, я должен тебе сказать. Слушай, я согласен. Что там, по денежке? По денежке, по денежке. Что там, по денежке, по денежке. На, держи, заработал. Молодец. Да, этот кролик пушистый, хорошо справляется с работой. Буду его потравить по чуть-чуть. По три копеечки, пускай работает. А что так мало? Потому что кидало. Ну, это же, как говорится, расходные. Да мы же по-другому так-то договаривались. Саня, ну, чем ты слушал? Я же тебе говорил, прямо в ушки тебе, что когда пойдут документы в работу, будешь получать процент. Я понял. Я понял, ладно. Ну, 500 гривен в любом случае тоже денег, и хотя бы карман мне погреет. Нормально, думаю, как это будет. Как это будет? Саня, ты что, беса гонишь? Гена тебя развел, как любителя овсяных хлопьев. Сокращенно, лох. Еще и на бабки кинул. Я уже волнуюсь. Ты часом не заболел? Ух, ты за мной звонит. О, Альбинка. Привет, любимая. Привет, Ген. Ты там не забыл вообще обо мне? Где ты там ходишь? Не-не, мы тут с Саньком стоим. Привет тебе передает. Чего я забыл? Слушай, я так упухалась на кухне за целый день. Я хочу погулять с тобой где-нибудь, пройтись, воздухом подышать. Малыш, заморозил так дупу сегодня за день. Давай дома посидим. Ну, окей, тогда жду тебя дома. Я, кстати, вареников для тебя домашних налепила. Вот это дело, вот это дело. Молодец, вареников наварил. Отлично, передавай ей. Что же, ну, мы с Саньком тогда подлетим. Спасибо, давай. Все, давай. Ага, давай. Погнали. Ну, я так понимаю, мы на варенике. Да, да. Отлично. Так и жить-то можно. Так, Боди, ты с картошкой. Тебе сметанку дать? Нет, сметанку не надо. Хочешь? О, Вить, привет. Привет, а что это у вас так вкусно пахнет? Варениками. Будешь варениками? У нас Альбина хозяйкой себя представляет. Молодец, а даже жена кому-то будет, прикинь. Да. А что они такие большие-то, чернобыльские какие-то? Нет, это потому что очень люблю я делать вареники, особенно когда делаешь для хорошего человека. Я понял. Пришла смс-ка с почты, что пришла наконец-то моя посылка с фотографией Лилии, ну, с этой открыткой. Я хочу встретиться с Пашей и доказать ему наконец-то, что она жива и с ней все в порядке. Ты меня до почты добросишь? У меня посылка пришла, надо забрать. Когда тебе надо? Ну, сейчас покушаешь, я пойду пока переоденусь. Да, конечно, без проблем. Хорошо. Хорошо, давай. Альбин, очень вкусные вареники, спасибо. Попозже доем тогда. Ох, и красотища. Вообще, такие закаты, как в Киеве, не встретить больше нигде. Каждый раз они создают какую-то новую, особенную атмосферу. Вот сегодня, например, вечер обещает быть романтичным. Что? Ничего. Заехал тебе отдать это. Я буквально на пару минут. А что это? Это тебе. Открывай, смотри давай. Так. Ты вроде это смотрела сегодня уже, да? Да! Паша! Спасибо большое. Да, это они. Спасибо. Ну, я не ожидала то, что Паша приедет. Ну, он не просто приехал, он привез мне подарок. Захотелось порадовать ее, увидеть ее счастливую улыбку. Ну, в общем, сделать ей что-то приятное для нее. Спасибо. Нет. Ладно, я бегу. Ты спешишь, да? Да. Спасибо. Не за что. Без тебя жизнь свою не представляет. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вареники. Вареники это хорошо. Вареников много. Очень, очень даже хорошо. Мурмяу, 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 вареники. Раз, вареники, два. Так, уважаемые, ну прошу вас, у нас куча комнат. Уединитесь где-то в другом месте. Все же есть куча 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 куча. Может, вареники куча куча куча. Ну, теперь можно и вареники? Да. Присаживайся. Ой, ножки трясутся. Я старалась. Молодец. Дякую. Боже, как же круто, когда есть тот мужчина, который тебя понимает, хочет и любит. У меня есть мой Генка. Дай мне знак, чтобы выжить. Дай мне знак, чтобы выжить. Дай мне знак. Чтобы выжить. Привет. Нат. А с какой это страны? Штампы размыты, не видно ни черта. Я вижу то же, что и ты. И сказал тебе все, что знаю. И вообще, это наша последняя встреча с тобой. Прости за вчера что-то. Чувак, свои извинения можешь засунуть все в жопу. Понял? Поехали. Я потерял последнюю ниточку в поисках мамы, потому что штампы на открытке размыты. И это значит, что я не знаю, где она по-прежнему. Привет, Карина. Привет, Альбин. О, по заявкам наших подписчиков, спектакль «Мамочка разозлилась». К каким делам? Какие могут поделать, если у тебя такая травма? Тебе нужно лежать и отдыхать. Да я с Витей ездил, все нормально. В чем здесь с Витей вообще? Не могу понять. Карин, что такое? У тебя еще серьезная проблема, а ты с Витей шляешься. Иди в кровать, отдыхать. Да ты мне еще больнее делаешь, Карин. Что я тебе делаю? У тебя рука больная. Давай уже быстро отдыхать и все. Карин. Давай, давай, понимаешь. Что ты из меня инвалида делаешь? Я не инвалида, все делаю. Я могу сам подняться, спасибо. Я очень рада. Но я должна убедиться в том, что все хорошо. Задолбала уже. Добрый вечер. Добрый. Гена, Витя, Витя, Гена. Витя, очень рад. Гена мой молодой человек. Поздравляю вас, Геннадий. Дякую. Когда свадьба? Свадьба. Витя. Что? Ну мне же надо тебя замуж выйдать. Посмотрите, не обижайте меня. Альбину хорошая девочка, хозяйка какая. Прям взял и засмущал. Никому не буду давать обижать. Сам буду. Ничего не имею против лысых ребят, но концентрация голомозости на квадратный метр зашкаливает. Прям клуб любителей фантомаса. Тебе сейчас нужен постельный режим, так что давай снимай кофточку, а я быстренько перемотаю тебе руку. Кстати, Карина, насчет постельного режима, я сегодня, наверное, в гостиной лягу. Почему? Потому что ты, как ела, крутишься, я сегодня сплю, мне такой бах удар по ребру, потом бах удар по руке. Я же не специально говорю. Нет, я же тебя не обвиняю. Ты не обижайся и твоей вины в этом нет. Просто реально, ну, не могу выспаться. Сплю постоянно в ожидании удара. Где ты будешь спать, если не со мной сел? Ну, в гостиной лягу. Положить на сумку. Как в гостиной? Там сейчас ребята тусуются. Вот Альбина со своим этим дружбанчиком каким-то. Ну, лягу у Оксаны в комнате, значит. Там же свободно все равно. У Оксаны? В комнате Оксаны? Ну, как-то так неприятно. Странно и неприятно. Мда. У всех девушек есть таракан в голове, но у тараканов Карины, похоже, есть свои тараканы. Капец. Сама говоришь, что мне надо восстанавливаться. А как я буду восстанавливаться, если меня три раза за ночь бьют под ребро колено? Реально, не надо обижаться. Просто, ну, хочу выспаться и все. Просто мне уже надоело, то, что Карина начинает мамочку включать. Мне, конечно, приятно вся эта опека и все остальное, но не надо перегибать палку. Это кто? Ой, это пиццу я заказывала. Я думала, что вареников будет мало, я заказала еще 7 пицц. Это круглое, прекрасное блюдо. Да, да. А ну, да. Ты, короче, решила я себе накормить, да? Мать Тереза. Добрый вечер. Доставка пиццы 33. Ваш заказ. Приятного аппетита. Спасибо. Благодарим за заказ. До свидания. Все ощущают эти запахи. Наконец-то Саша покушает, да? Давай, давай, сюда стой. Что, Вить, останешься с нами на трапезу? Ну, раз ты приглашаешь. Ну, да. Да, тем более, у меня сегодня работы никакой уже. Да? Кстати, Вить, а Таи... А Таи сегодня не было. Она не приходила еще сегодня. Как не было? Как на летание. Саня, ты не видел Таи? Вот так. Я уже не прилила. Что это за прикол? Мы с Таей договорились, что после школы она постоянно приходит к ребятам и меня дома ждет. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Да что ж ты будешь делать, вечно она повыключает свои телефоны. Все, короче, я ушел. А ты куда? Да потом. В комнате ты, в комнате я, в воздухе ночь, между мной и тобой горит тишина, горит тишина, горит тишина, я хочу ближе и ближе к тебе, чтобы слышать. Как дышит любовь, рекою в тебе растворяться, куда не касаться, под кожей, под кожей рукой. Что-то с тобой. Все нормально. Может, хочешь одеть? Да, да, хорошо. Да может быть, что с тобой? Нет, я все нормально сейчас. Все, все хорошо. Чего? Ты прикалываешься? Да. Я понял, да, сейчас, подожди. Что ты, что? Сейчас кое-что. Что ты, что ты, я... Я просто смеяться немного начала, ну, блин, нервничала очень, очень нервничала просто. Он, он просто, ну, не знаю, психолог. Илья, подожди, Илья! Тася меня сейчас, конечно, не слышит, но, ребят, давайте вместе подумаем. Вот если что-то очень долго не получается, может, еще не пришло время? Или не тот человек рядом? В жизни есть моменты, когда не нужно спешить. Согласитесь, все мы живем для того, чтобы хоть раз в жизни почувствовать себя счастливым. И мы постоянно ищем свое счастье. Здорово, братанчик. Самый простой и банальный способ осчастливить себя – это деньги. Вот как сейчас с Аней. Но что это за счастье, если оно заканчивается? И тем более, если его можно добыть нечестным трудом. Так, давай, 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 давай. Ты что творишь, малой? Ёлы-палы! Это на матрас! Вот тому капризули с первого этажа. Гена! Да! Перестань. Это же Ген! Еще можно попытать счастье в любви. Ну, прям, Гена, я же в школу. Гена! Ну, и тут мы частенько обжигаемся. Хорошо, если мы приходим к пониманию, что все наши попытки стать счастливыми оказались провальными. Привет. Привет. Что у тебя такое случилось? У тебя все в порядке? Ты чего? Папа! Папа! А еще лучше, если рядом есть кто-то, кто разделит наши неудачи. Перестань. Но мы не всегда настолько сильны, чтобы пережить чужое счастье. Ведь счастье достается тому, кто к нему стремится. С каждым вдохом, тише, Бог. Тяжись, Ксюша. Моя страшная. Моя сердце будет биться в рак с твоим до самого конца. Падать сном и вставать. Открывай глаза. Нелегко, но так случилось. Лев? Да. Зачем? У меня есть футбол для тебя. Ну, хорошо. Хорошо. Я закрыл глаза. Знаете, я, конечно, говорил, что вечер будет романтичным, но даже и представить не мог, что настолько. Открывай. Точно? Да. Что это такое? Это что, предложение?